И завершаем мы предпраздничный весенний эфир в компании певицы, автора песни, представительницы Беларуси на Детском Евровидении 2017, участницы проектов «Х-фактор», «Детская новая волна» 2016, голос «Дети-3», Хелена Мирая, наша дорогая, доброе утро. Хелена, доброе утро. Ну, смотрите, друзья, как девушка выросла, да? Новая прическа, новая песня, а у девушек так. У девушки уже выросла, да, уже слушай. Ну, ты себе уже о себе заявляешь, как уже действительно о состоявшейся взрослой артистке, пишешь песни, в основном пишешь сама песни, правильно? Почему ты решила писать песни сама? А знаешь, многие артисты ведь покупают хиты, или ты считаешь, что ты можешь сама написать классную песню, которая тебе будет подходить и которая будет суперпопулярной? На самом деле я считаю, что мне на данный момент 16 лет, и стоит все попробовать в плане творчества, не стоит себя ограничивать. Пока есть о чем писать, буду писать. Ну, конечно, если попадется какая-то песня, или кто-то предложит супер-хит, никто не будет раздумывать. Не отказывается. Потому что, слушай, 16 лет — это время, когда вообще можно еще и ошибаться даже, если что не так. Совершенно я с тобой согласен. Это самое то время. Ну, хорошо, скажи, пожалуйста, вот ты заканчиваешь школу в этом году, ну и вот что, ты определилась с будущей профессией? Конечно. Ты написал сочинение «Я в 2030 году» там? Ну, конечно, я его написала где-то пару лет назад, нам его раздают на последнем звонке. И расскажи нам его, вот давай, абзац прямо. Всем же интересно, куда в этом году будет поступать Хелена. Значит, смотрите, я помню это сочинение очень хорошо. У меня все сбылось, можем мне похлопать, потому что... Спасибо, спасибо, потому что я съездила на Евровидение по итогу, провела Евровидение по итогу, поступаю в то место, которое хотела, и в БГУ. Слушай, а планы-то на будущее есть? Да, в прекрасный вуз. Ты уже получила все, что хотела, в Евровидении участвовала, Евровидение провела, в БГУ поступаешь на факультет журналистики? В БГУ, факультет журналистики. Что дальше? Ты придешь ко мне студенткой, конечно. Что дальше? О чем дальше мечтает Хелена Мирай? Хелена Мирай мечтает, чтобы ее песни, которые она выпускает в целом, были услышаны. И были правильно поняты. Потому что в целом творчество это такой материал достаточно субъективный, я бы сказала. Конечно. И поэтому очень хочется, чтобы именно правильно поняли. Хорошо. Ты знаешь, у нас один очень неглупый человек сказал, говорит, хорошо, когда тебя понимают. Да. Но еще, наверное, хуже, когда тебя понимают до конца. Мне очень хочется, чтобы твои песни люди понимали, но что-то в них оставалось непонятое, чтобы хотелось снова и снова их слушать. Спасибо. Смотри, ты презентуешь песню «Нервы». Да, хорошее, кстати, хорошее название. Мне нравится, уже понятно. Но вот ты что кричишь миру своим творчеством? Вот ты что хочешь крикнуть? Ну, песня будет называться «Под кожей». Продолжение истории «Нервы», например, это была такая достаточно сложная история, потому что куча сюжетных линий, они складываются в одну песню. И в итоге каждая последующая песня, которую мы будем выпускать, это какое-то продолжение именно вот этой основной истории. Ну, хорошо, нет, я не об этом. Вот девочка Хелена Мирайя. Вот сидит отдельная личность, талантливая, красивая, успешная. Ты кричишь миру что? Я девочка, не трогайте меня. Или я девочка, хочу спасти мир. Или я люблю своих родителей. Или что? Ты что кричишь? Какой посыл? Что в мире сложно? Или вот есть что-то такое? Или я хочу любить, я хочу быть счастливой? Пока что, пока что, я кричу миру о том, что вот мы подростки, и мы можем делать вот так. Мы можем делать хорошо. Отличный, отличный крик. Прекрасная история. Давай поговорим о клипе, который мы сегодня увидим. Вот почему именно на эту песню ты решила снимать клип? Ведь песен-то на самом деле уже много в репертуаре, да? Да, достаточно. Лежит еще в запасе, скажем так, припасли четыре песни, уже полноценно готовых. Будем просто постепенно выпускать. Эта песня, она достаточно сложная в плане восприятия, потому что не всем она нравится. Именно эта песня почему-то не всем нравится из моих песен. Мне очень нравится. Вот в чем особенность. Авторская история. Расскажи мне, кто снимал клип, как снимался клип. Тебе вообще нравится в клипах сниматься? Конечно, нравится. Конечно, нравится. Потому что это на самом деле очень достаточно непростой и местами очень сложный процесс, трудоемкий. Кто снимал клип, где снимали клип? Рассказывай давай. Работали в команде вместе с Машей Романовской и Антоном Мамоненко. Идея полностью моя. У меня в последнее время только мои идеи. Потому что очень-очень много всяких творческих задумок, которые хочется осуществить. Скажи мне, Хелена, а ты вообще деспот на площадке, в работе? Я считаю, что должно быть... Характер на лицо, ты что, не видишь? Я считаю, что должно быть именно так, и никак иначе. Если вдруг режиссер говорит, или твои коллеги говорят, ну, мы считаем, что нам немножко по-другому, помягче... А я и есть режиссер. Я понимаю, то есть все решаешь ты, да? Нет, послушайте, когда ты сказала замечательной актрисе Нина Русланова, говоря, что у меня плохой характер, а он у меня просто есть. Поэтому я думаю, что ты могла бы сказать, да, взять эту цитату? Вот есть характер, поэтому она здесь, поэтому она сидит в телевизоре, а она не другая девочка сейчас на главном канале. Но на самом деле я стараюсь прислушиваться, потому что все-таки это командная работа. Как бы там ни было, говорить везде я, 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 ну, это плохо. Это ничем не закончится. Ты довольна работой, которая получилась? Конечно. То есть клип тебе самой нравится? Очень нравится. Ну что же, в таком случае сегодня этот клип сможет оценить вся страна. Удачи тебе во всех. И с наступающим праздником, девочки, с наступающим праздником. Спасибо огромное. Хватит набивать цену, ты же не бриллиант, ты всем не нравишься. Светишься в темноте, не звезда, а фликер, но для них луна. Почему с ними легко говорить за глаза, осуждать за спиной? Почему чувства ее для тебя не нужны раньше верил в любовь? У нее к тебе весь вопрос, что в голове твоей? Если всерьез думаешь, что я ем уже, что в твоих венах, что льется по коже. Этот сюжет, он как мясорубка, только ты вертишь его по кругу. Чуть больше денег и в руки мне падай, ты как вода, нужен тем, кто не плавал. Среди них без имен милые лица, руки трясутся, ты дай ему скрыться. Мне непонятно, почему вновь ты воспринимаешь ненависть, будто бы любовь. У нее к тебе весь вопрос, что в голове твоей? Если всерьез думаешь, что я ем уже, что в твоих венах, что льется по коже. У нее к тебе весь вопрос, что в голове твоей? Если всерьез думаешь, что я ем уже, что в твоих венах, что льется по коже. Боже, обручи внимание, вижу по тебе, ты не в сознании Обрати внимание, вижу по тебе, ты не в сознании со мной Обрати внимание, вижу по тебе, ты не в сознании Обрати внимание, вижу по тебе, вижу по тебе У неё к тебе есть вопрос, что в голове, но если всерьёз Ты думаешь, что в твоих венах, что льётся по коже У неё к тебе есть вопрос, что в голове твои, если всерьёз И мы ждём ей, а может, что в твоих венах, что льётся по коже Что в твоих венах, что в твоих венах Мне не дадут спать, что в твоих венах Что в твоих венах, что в твоих венах Что в твоих венах, что в твоих венах 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 Что в твоих венах